Канада Добрый день, мои зрители! Вы на спортивно-игровом канале Wabon Games и День Х как для сборной России, так и для сборной Канады, конечно, наступает сегодня. Важнейшее противостояние в четвертьфинале чемпионата мира между второй и третьей командой не самого турнира, а своих групп. Группу А сборная России проиграла, заняв там второе место, Швеция оказалась на первом, а группу Б Канада проиграла, заняв только третье место в своей группе и на первых местах есть команды, которые выше канадцев оказались. Это уже не важно, потому что сегодня все заново, все сначала плей-офф, как говорится. Тут, конечно, не НХЛ, тут не до четырех побед будем играть, а всего лишь одна победа, которая выведет команды в полуфинал. У нас сегодня интереснейший игровой день. Я, друзья, знаете, пока мало реагирую на моменты, потому что пока моменты есть только у сборной Канады. Как вы поняли, это прогноз на эту игру, потому что все просто заатаковали вабончика в паблике, в комментариях, когда прогноз на Канаду, когда прогноз на Россию и Канаду. Друзья, да вот он, вот он прогноз. Успею, я думаю, до матча его выложить, так как обязан я просто это сделать. Но до этого вышел уже один видосик. Сегодня с паками из FIFA, с Вовчиком было тоже очень круто. Ах, сборная России не совсем все получается у наших парней в начале игры. Так вот, сегодня крутейший игровой день для любителей хоккея. Понятно, что в 17-15 все взгляды болельщиков сборной России и сборной Канады в том числе будут настроены на эту игру. Но параллельно, напоминаю, будет еще матч между США и Чехией. Вот как раз-таки США и сборная Финляндии обошли канадцев в своей группе. Вот, а уже в 21-15, это, как вы знаете, второе время для начала других четвертьфиналов. И как раз там мы увидим, у нас, друзья, будет удаление, да, да, у сборной России будет удаление. Наш грозный голкипер, которого перевозят просто под трибунных помещениях. Вот именно он сейчас остановил эту атаку канадцев. И, к сожалению, Барабанов нарушает правила, придется сборной России две минуты поиграть в меньшинстве. Так вот, в 21-15 Финляндия-Швейцария и Швеция-Латвия. Ну, как вам сказать, я бы здесь, наверное, Финляндию-Швейцарию выбрал для просмотра. А вы уж, кстати, пишите в комментариях, что будете сами смотреть в сегодняшний игровой день. Потому что, ну, крутейшие противостояния. Почти все самые сильные сборные вышли. О, что делает Василий. Спасибо тебе. Сейчас хорошие два сохранения для нашей команды сделал голкипер. И вынос, вынос. Вышли мы из зоны. 50 секунд еще играют. Канадцы будут в большинстве. Ну, и также, друзья, я обязан вам рассказать о сочетаниях сегодняшних на тренировке. Перед матчем, так называемая, раскатка сборной России. Вратарь, естественно, Кошечкин. Тут мы даже не сомневаемся и понимаем, что именно он будет защищать ворота сборной России. Можно убежать. Выход один на один, россиян. И как не забили сейчас. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Можно было выходить вперед. Обидно. Обидно. Ну, ладно. Так, Макдэвид. Вот этот парень сегодня может очень много проблем предоставить сборной России. Но чуть попозже о сборной Канаде я поговорю. Так, у нас хорошая позиционная атака. Есть перевод сюда. Анисимов с шайбой, но теряет ее. Ладно. Гавриков, Киселевич, Гусев, Датсук, Капризов. Это уже привычно. Дальше. Нестеров, Зайцев, Григоренко, Анисимов, Бушневич. Вот такая будет сегодня у нас вторая пятерка. Мы пропускаем. 1-0 и Макдэвид, кстати, да, забивает эту шайбу. Ну, Киселевич немножко расстроен. Да, Конор Макдэвид, именно он забивает первый гол в этой встрече. Ну, что ж, это стоило было ожидать. Поэтому не расстраиваемся, идем дальше. Рассказываю, значит, Яковлев, Береглазов, Барабанов, Каблуков, Дадонов. И Трямкин, Хафизулин, Сошников, Андронов, Михеев, Шалунов. Там чуть больше гистов. Все, друзья, полностью в игре. Про сборную Канады чуть позже. Сейчас главное вторую шайбу не пропустить. Ох, как это тяжело. Абсолютно равный практически во всем показателе у этих двух сборных. Ну, понятно, что самые сильные команды Канада, Россия. И ясно, что у канадцев здесь состав не соответствует составу Чемпионата Мира. Ну, а у россиян он на 100% похож. Ну, практически на 100%. Напомню, что канадцы прошлогодний финалист Чемпионата Мира. И заняли они третье место в своей группе. О чем я уже ранее вам говорил. Как же ты не бросил, Сереженька. 20 секунд остается до конца. Первого периода канадцы в атаке. Перехват. Ну, бросить, наверное, мы уже не успеем. И, скорее всего, именно с таким счетом 0-1 заканчивается первый период встречи. Второй период начинается. Ну, и про наших соперников сегодняшних. Канадцы. Турнир начали за здравие. И поражение, скажем так, от США на старте казалось досадной ошибкой. Потом последовали разгромы Кореи, Дании, Норвегии. И в последних трех матчах стало понятно, что у канадцев все более-менее нормально. Но, но, многие стали обращать внимание и на проблемы этой сборной Билла Питерса. Без шансов они проиграли Финляндии, лишив себя первого места. Ну, возможно, занять это самое первое место. Ну, а потом они мучились еще и с Латвией, одолев ее только в овертайме. Ну, а завершили весь групповой этап победой над немцами, уверенно, 3-0. Реально, друзья, я нервничаю, как будто это настоящий матч. Какой же момент сейчас был у Капризова. По количеству заброшенных шайб канадцы делят третье место с россиянами. 32. Да ладно! Ноу гол, подождите. Арбитр показывает не было гола. Мне показалось, что там Кошечки вроде как зафиксировал шайбу и вообще остановился. Но нет, здесь он и оттолкнули, наверное, нашего голкипера. Сейчас посмотрим, что скажут судьи. Да, гол не защитен, друзья, Макдэвид толкал. Все-таки Василий Кошечкин. Ой, ой, что делает Вася? Поехали в контратаку, давайте, поехали! Григореныч, щелчок! Но нету. Что же касается самих бросков, то эффективность у канадцев чуть ниже, чем у россиян. 12,7% против 14,5%. Хорошо, Каблуков обыграю, можно бросить, можно пас классно отдать! Да почему же вы так затягиваете с броском? Не все в порядке и с большинством у канадцев. По этому показателю они занимают только 12 место. Даже Германия, Австрия, Франция и Словакия лучше разыгрывают лишнего. Не говоря уж о России, мы идем тут на пятом месте. И сейчас есть момент, шанс, бросочек! Да почему все блокируют канадцы? Из 27 попыток канадцы смогли забить всего лишь 5 раз. Два раза Дании и три Кореи. Так что сильным сборным канадцы в большинстве вообще не забивали. Будем надеяться, что нашу сборную можно к сильным сборным причислять. Хорошо. Яковлев, какой пас? Ну в какой же момент, когда мы забьем сегодня, а? Но вот зато с игрой в меньшинстве у Клиновых Листьев проблем нету. Это единственный статистический показатель, где они идут в лидерах. Только два пропущенных гола из 25 попыток соперников. Канада является единственной командой на турнире, которая убивает более 90% своих удалений. Да, опять будет удаление у сборной России. Отложенный штраф! Тут кошечкин тащат. Ой, какой шанс у россиян в меньшинстве! Выход один на один! Капризов! Что это за бросок? Да, Конор Макдэвид у канадцев, конечно, хорош. И можно сказать, что его практически не остановить. 13 очков. Он является лучшим бомбардиром канадцев. И на остальных форвардов... Да ладно. Да, друзья. 2-0. Канадцы реализуют все-таки свое большинство. И за 3-15 до конца второго периода Стиви Стемкос, который сейчас на самом деле играет против Вашингтона. В серии забивает тут, подставив клюшку, забивает второй гол. Ну, а от остальных форвардов сборной Канады, таких как Брэндон Шейн и Джордан Эберли, конечно, ждали больше игры. Они набрали всего по 4 очка. Столько же у Каблукова, например, из россиян. Так, шанс, шанс забить. Да когда же мы забьем, а? Ну что ж, третий период. Возможно, последний. Но будем надеяться, что наши парни, как минимум, смогут сравнять счет в этой встрече. Гусев шайба отдает классную передачу. Но почему-то Павел Дацук не смог замкнуть ее в антаймер от Капризова. Да, друзья, 3-0. Канадцы катали эту атаку очень грамотно. И Патрис Бержерон. Григоренко Анисимов! Да когда же вы забьете, ребята? Опять канадцы в атаке. Опять убойная позиция. Опять Кошечкин выручает команду. Посмотрите, посмотрите. Они 5 бросков подряд сделали. Это что-то с чем-то. Контраатака. Ну давай, ребята. Хорошо. Можно до Донова убежать и с угла бросить или пас отдать. Но есть удаление у канадцев и мы в первый раз будем играть в большинстве. 7 минут в распоряжении сборной России, чтобы вернуться в эту встречу. И опять сумасшедший ван таймер тащит галкипер канадцев. Еще один щелчок и наконец-то. Да, сборная России очень быстро реализует свое большинство. И это то, что надо. 6-40 до конца. Счет становится 3-1. Зайцев Никита. Гусев пас на Капризова. Сейчас первое звено практически не будет уходить с площадки. Это и понятно, бросок. Ворота сборной России. Еще пока с галкипером минута остается. Канадцы в нашей зоне. И пока мы шайбу не можем отобрать. Это жестер, друзья. Просто канадцы не отдают. Как киберспортсмены в FIFA на последних минутах. Шайбу, вот наконец-то за 30 секунд смогли мы ее забрать. Ворота у нас пустые. Но здесь... Да, все, устал Гусев. Видно по нему. И боюсь, что отыграться у нас уже не получится. 19 секунд. Может быть удаление? Нет, не дают удаление. Пустые ворота. И сейчас, смотрите, не попадает канадец по нашим пустым воротам. Гаврика в шайбу подбирает. Теселевич, 10 секунд. Ну, ребята, 8, 7. Да бросок! Да куда ты в обводку идешь? 3 секунды, 2. Все. Сборная Канады в моем прогнозе выигрывает со счетом 3-1. И я дичайше просто расстроен этим фактором. Но, опять же, друзья, будем надеяться, что прогноз не пройдет. У меня с канадцами вообще отдельная история на канале. Но олдскульщики знают. Я уже не буду в это углубляться. Вам спасибо за просмотр. Я надеюсь, все равно лайк поставите. Тут, как говорится, компьютер сам решил, что получается так. А что получится в реальной игре? 17-15. Болеем за Россию. Ставим лайки, подписываемся на канал. И до скорых встреч. Всем удачи и пока.